В качестве естественного географического моста за последние годы Азербайджан вложил крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру. Фактически все необходимые инфраструктурные объекты в Азербайджане готовы принимать больше грузов. Об этом президент Ильхам Алиев сказал в ходе своего участия в панельном заседании ВЭФ-2023 на тему «Евразийский средний коридор от пути до магистрали». Глава государства также указал на потенциал использования среднего коридора и для углеводородов. Участники встречи обсудили перспективы развития этого маршрута и в целом расширения транспортного сотрудничества. Также на повестке встречи были инвестиции, развитие энергетической инфраструктуры, налаживание эффективного партнерства между странами Европы и Азии. Я считаю, что сейчас нам необходимо более тесное сотрудничество между всеми вовлеченными странами в Центральной Азии, на Кавказе и в Европе для активной работы над таможенным, администрированием, достижения подхода единого окна и по тарифной политике. Поскольку нам нужно добиться привлекательности этого маршрута не только в силу отсутствия других маршрутов, но и с коммерческой точки зрения. Также глава государства отметил, что в ближайшем будущем в Баку состоится открытие свободной зоны рядом с морским портом. Она станет территорией производства и местом, куда компании будут направлять свои инвестиции. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что улучшение бизнес-климата является одним из главных факторов успеха. «Самая дружественная среда во всем мире – это отношения между Азербайджаном и Грузией, Азербайджаном и Турцией, Грузией и Турцией, и трехсторонние отношения», – указал он. На панельном заседании глава азербайджанского государства отметил, что превращение в транзитную страну есть в плане нынешних реалий. Однако для правительства Азербайджана более важным является создание рабочих мест и местного производства. Поэтому проводится очень много работы по диверсификации экономики. «Считаем, что перевозки не только позволят нам диверсифицировать экспорт, так как мы будем экспортировать услуги, но в то же самое время наше расположение на среднем коридоре и маршруте север-юг создаёт дополнительные возможности для бизнеса в Азербайджане». Продолжение следует...